С точки зрения планировки, вся кухня-гостиная, диван, обеденный стол и кухня, они спроектированы перпендикулярно окнам. Как я уже говорил в одном из обзоров, это всегда удобно, потому что, когда у вас есть только естественный свет, то есть свет за окном, когда он попадает в зону квартиры, при готовке, при мытье чего-то, когда вы будете на обеденном столе, вы не будете сами себе создавать тень. То есть, я думаю, вы видите, что освещение у нас падает и попадает на рабочую поверхность полностью. Та же самая история и с обеденным столом. Да, у нас есть один угол, который лишен естественного света, но это не страшно. Самое главное, что оставшаяся часть столешницы у нас всегда попадает под естественное освещение. Это очень большой плюс, потому что если бы мы кухню разместили где-то на той стене, то при готовке вы бы сами создавали все время себе тень и вам приходилось бы пользоваться, соответственно, подсветкой на рабочей зоне, что не всегда удобно. Здесь внутренний портал у кухни сделан из черного цвета и столешница здесь с увеличенным рабочим местом. То есть, она по глубине в районе 800 сантиметров, что очень удобно при готовке. И если площадь вашей кухни позволяет сделать глубокую рабочую поверхность, то обязательно не упустите этот шанс, потому что это всегда удобнее, чем 600. У кухни сделан черный портал, тем самым он создает некую глубину и кухня не ощущается давящей. Кстати, остров и обеденный стол сделан тоже из черных цветов, но в разных фактурах. То есть, у нас в кухне керамогранит на столешнице и на фартуке, и у острова тоже керамогранит, то есть, абсолютно одинаковые поверхности. А вот обеденный стол у нас сделан уже как раз таки из черного дерева. Кстати, вот один минус, который, подумайте об этом, здесь подсветка включается на фартуке. То есть, так как у нас глубина столешницы очень глубокая, приходится каждый раз тянуться. Было бы хорошо предусмотреть здесь сенсорную подсветку, тогда вот вам условно не нужно тянуться, вы провели здесь рукой, либо здесь. В удобном месте можете разместить датчик, и пользоваться подсветкой будет гораздо проще. Почему здесь получилось так? Потому что здесь заказчик полностью сам ввел авторский контроль и комплектовал объект. То есть, мы эти моменты учитываем уже на этапе заказа мебели, даем точное техническое задание мебельщикам. Но здесь вот, видимо, заказчик это не предусмотрел. Есть еще один нюанс по подсветке. Как я уже неоднократно рассказывал в наших роликах, мы ее делаем без прерывания. Добиваемся мы это за счет двойного дна. То есть, у нас обычно мы делаем двойное дно и, соответственно, встраиваем подсветку во второе дно. Здесь сделано одинарное дно и сделан некий профиль, в который встроена подсветка. Единственное но. При таком варианте нужно делать фасады чуть ниже подсветки, потому что у подсветки все равно есть некий, так скажем, слепящий эффект. Когда вы будете сидеть за обеденным столом с той стороны, принимать пищу, то подсветка будет немного вам слепить, потому что вы будете видеть источник освещения. Поэтому правильно сделать либо двойное дно, как я уже показывал в роликах, которые ранее снимал, либо мы делаем фасады с небольшим свесом. То есть, если мы посмотрим на вот тот угол, мы четко видим, что у нас подсветка рассеивается, то есть у нас вот есть четкие контуры самого освещения. Если бы заказчик сделал здесь так, как мы делаем на всех наших объектах, то такой истории не получилось. Но я думаю, что многие даже об этом не подумают. Еще один интересный лайфхак по смесителю. Многие переживают, что когда вентиль находится здесь, то когда у вас сырые руки, вы открываете-закрываете, и здесь постоянно собираются капли. Вот эту всю историю можно повернуть ровно на 90 градусов, и у вас будет рукоятка располагаться здесь. Таким образом, когда вы будете выключать смеситель, у вас не будет капель в этом месте. Но и, в принципе, вот этот рычажок, он переключает фильтр воды. То есть, когда вы пользуетесь фильтром, в большинстве случаев ваши руки, они сухие. Поэтому так выглядит эстетичней, но иногда с точки зрения практичности можно развернуть на 90 градусов, и не будет у вас никаких брызг. Теперь интересный факт про холодильники. Заказчики с большими семьями, хотя даже холостяки, почему-то иногда заказывают, хотят. Двустворчатый холодильник. Ну, во-первых, это дороже. Ну, во-вторых, это неудобно. Сейчас объясню, почему. Если холодильник двухстворчатый, то он открывается вот таким образом. И когда вы будете доставать из холодильника овощи, фрукты и помыть что-то, мясо, неважно, то вам придется все время обходить дверцу. То есть, если мы открываем таким образом. Но, когда мы делаем два отдельно стоящих холодильника, что этот холодильник, что этот холодильник открывается по направлению кухни. Тем самым, вы без проблем открыли, достали все, что вам нужно, помыли и приготовили. То же самое взяли, если вам что-то не нужно, убрали. Ну, я думаю, идея понятна, что два отдельно стоящих холодильника всегда практичнее, чем один двухстворчатый. Да, и когда мы делаем подсветку вот с двойным дном, либо, как в данном случае, сделан профиль, в целом неплохо получилось, но я бы, наверное, все-таки делал двойное дно. Но в зоне вытяжки у нас тоже нет прерывания подсветки. То же самое в зоне сушилки у нас нет прерывания подсветки. Просто потому, что у нас есть возможность утопить подсветку. Видите, да? Потому что обычно подсветка прерывается здесь и там. И в зоне варочной поверхности все пользуются освещением от вытяжки. И оно всегда по тональности, по освещению оно не попадает. То есть, оно либо теплее, либо холоднее. И смотрится это немножко неряшливо. На большинстве своих объектах, наверное, даже в 99% случаев, мы делаем подоконники из краски. То есть, у нас нет привычных всем подоконников. Откосы и подоконники мы красим полностью в цвет стен. Тем самым добиваемся такой общей стилистики. Но тут заказчики захотели на подоконник сделать керамогранит. По одной простой причине. Они любят цветы. То здесь подоконники будут эксплуатируемы. И в принципе можно сделать краску износостойкую. Покрасить конкретно вот эти участки износостойкой краской. Но если вы предполагаете, что у вас будет постоянное механическое воздействие, то керамогранит, наверное, один из самых лучших и прочных материалов. Плюс он легко протирается, потому что он достаточно гладкий. Большой плюс этому застройщику, что у нас сразу по умолчанию шли окна черного цвета. И у окон достаточно тонкая рама, что ощущается очень свободно. Никаких здесь нет пересечений. Очень приятно, комфортно. Есть просто застройщики, даже премиальные. Они бывают используют деревянные створки. Ну, рамы, соответственно. И они бывают коричневого цвета. И вот их приходится либо красить, либо менять. Это опять дополнительная трата средств на то, на что не хотелось бы тратиться. Так что спасибо этому застройщику. Застройщика называть не буду. Но обратите на это внимание, когда будете покупать свою квартиру. Здесь, обратите внимание, нет радиаторов. То есть все радиаторы от окон мы перенесли на вот сюда. Сейчас я вам покажу. То есть все радиаторы у нас теперь вертикальные. Что там, что там. И дополнительно, во избежание каких-либо историй, везде предусмотрен теплый пол. Здесь на полу уложен кварц-винил. Кварц-винил достаточно хорошо проводит тепло, поэтому проблем никаких не будет. Но эстетичнее всегда смотрится так, чем какой-то радиатор. Даже если он будет выкрашен в цвет стен, мы его всеми силами попытаемся замаскировать. Такое решение всегда смотрится стильнее. Остров вообще очень хорошая вещь в квартире, если получается спроектировать. И есть достаточно пространства, чтобы его разместить. И я знаю, что очень многие люди не только принимают еду, ну точнее не только кушают здесь. Еще люди любят поработать. Здесь сразу предусмотрено три розетки. Можно разместить зарядку телефона, айпада, макбука и так далее. И площадь поверхности достаточно большая. Я знаю, что... Вот недавно проводил бриф, и заказчики говорят, что я хочу на кухне работать. Но мне приходится всегда переставлять еду. Сначала все убрать, потом все свои бумажки принести и так далее. Вот в этом плане, когда у вас остров переходит в обеденный стол, это делается очень просто. То есть вы либо можете здесь на полуварных стульях работать, если предусмотрите посадочные места. Либо здесь быстро перекусить, попить кофе, съесть бутерброд или доставку. И без проблем работать на обеденном столе. Это делается очень просто. Здесь дополнительно можно предусмотреть выкатные ящики. Здесь выкатные ящики сделаны не до конца. И здесь предусмотрены еще ящики для сервировки. Ну, сейчас здесь лежит рулетка, скотч и так далее. И здесь двойная сервировка. То есть здесь может быть ваши постоянные столовые приборы, здесь какие-нибудь праздничные, например. Ну, и также здесь можно использовать один под посуду, другой под документы, зарядки и так далее. Если вы предусматриваете работу за кухонным островом. У заказчиков есть питомцы, поэтому здесь больше, чем... Чем нет цоколя, здесь целая история. Там будут размещены миски и так далее. Все для кота. Ну, в принципе, удобно. Здесь можно еще разместить робот-пылесос, потому что с этой стороны он вообще нигде не будет просматриваться. И без проблем поехал. Поехал, и самые обычно проходные транзитные зоны у нас кухня-гостиная и коридор. Как раз кухня-гостиная. И далее он едет в коридор, убирает всю вашу площадь. Над островом и обеденным столом в кухне-гостиной особое внимание заслуживает светильник от центра свет. Он включается прям, сидя со столешницы. Тут же он выключается, очень удобно. Но стоит учитывать один важный момент. Большинство заказчиков хотят сделать красивое освещение, но забывают об одном важном моменте. Такой светильник, он будет скорее выполнять не только функцию освещения острова и столешницы, он будет еще и задавать некую атмосферу. И нужно понимать, что освещение будет рассеиваться по всей кухне-гостиной. Поэтому в большинстве случаев мы делаем светильники с направленным светом, которые освещают исключительно рабочую поверхность, и при этом источника освещения не видно. Так как заказчик этот объект комплектовал сам, я не знаю, установлен здесь контроллер или нет управления освещением. Но если предусмотреть на этапе комплектации контроллеры, эти моменты мы уже уточняем в момент реализации, то данный светильник можно диммировать. То есть его можно задиммировать таким образом, чтобы он практически не рассеивал освещение, а был как раз элементом притяжения и просто дополнял атмосферы. Так, ну вот по освещению давайте сразу пройдемся. Здесь, как многие скажут, большая грядка. Я уже говорил, меня вообще это не смущает. Потом все включается на автомате и никакого раздражения не вызывает. Так, первая кнопка у нас отдельно включается освещение в диванной группе. Отдельно у нас включается освещение между кухонным гарнитуром и обеденным столом. Далее у нас общее есть заливающее освещение. Оно нужно исключительно в момент, когда вы занимаетесь уборкой, либо собираетесь на работу. То есть когда вы в какой-то динамике по квартире. Отдельное освещение это все декоративные подсветки, то есть подсветка панно и подсветка закарнизного кармана. Здесь также можно включить освещение над обеденным столом. Это как раз светильник в тот момент, когда вы хотите просто задать атмосферу, но не планируете находиться на кухне. Далее у нас идет управление шторами. То есть одной клавишей мы открываем все, другой клавишей мы полностью закрываем все шторы. Это достаточно удобно, чем ходить каждый раз, одергивать. Вот единственный момент, что здесь обе шторы, видите, как становится темно. Сейчас я остановлю. Они спроектированы на одну клавишу. Если у вас два окна, то, наверное, стоит их разнести, потому что не всегда вам нужно закрыть оба окна. Иногда нужно закрыть только одно окно. Об этом подумайте. Так, следующее. А, следующее. Это у нас освещение, которое мы выключаем в коридоре. Это переходной выключатель. Да, и второй. То есть там декоративная подсветка у нас и основное освещение. Еще пару нюансов все-таки про свет я вам расскажу. Все освещение спроектировано в основном в транзитных зонах. То есть у нас светильник, который размещен между обеденным столом и кухонным гарнитуром, перед диваном и во всех транзитных зонах. То есть основная задача такого освещения, чтобы свет освещал не там, где мы находимся, а то, с чем мы взаимодействуем. То есть там, где мы перемещаемся, там нам и нужно основное освещение. Ну, плюс рабочая поверхность, понятно, освещается. Я на этом объекте на освещении не буду заострять внимание. Для этого я делаю отдельный специальный большой выпуск. Он будет в формате суперполезного и короткого гайда, которым вы сможете пользоваться. То есть посмотрев это видео, вы сможете без проблем спроектировать освещение в своей квартире. Потому что я знаю, что большинство сосредотачивается на визуальном восприятии интерьера. Но то, как будет интерьер выглядеть при разном искусственном освещении, многие не задумываются. Вот специально для вас пишу этот ролик. Столик сейчас я релацирую немного. Стол на самом деле очень тяжелый. Как бы минус, конечно, для перемещения, но плюс, что он достаточно устойчивый. То есть его можно переместить в любое из мест. Можно сделать таким образом. То есть вы сидите на подлокотнике, а здесь можно разместить ноутбук. Ноутбук также можно разместить на подлокотник. Есть один момент. Вот мы когда начали проектировать свою мебель, это, знаете, было что-то из разряда. Мы были недовольны какими-то решениями, которые есть на рынке. И вот первый важный момент, который не предусматривают почему-то производители модульных диванов, это подлокотники. Точнее не то, что они их не предусматривают в принципе. То есть у большинства производителей их нет. Подлокотник это всегда очень удобная вещь. Его всегда можно переместить на любую из сторон. Также подлокотник можно сделать по центру дивана. И он будет служить вам подлокотником с двух сторон. То есть для двух участников. Можно разместить здесь поднос. Можно столик переместить и использовать этот подлокотник для двоих. Потому что у обычного стандартного дивана подлокотники разнесены по сторонам. А такое решение достаточно удобно. Если вам не нравится здесь, взяли, вернули. Перемещаются они достаточно просто. Я думаю, вы это видите, я даже не запыхался. И по спинкам тоже скажу один важный момент. Когда мы проектировали, мы сначала сделали спинки, сделали утяжелители. Нам казалось, что все это классно. Они достаточно устойчивыми получились. Но в какой-то момент я подумал, диван же модульный. Он должен собираться. И каждый элемент должен без проблем перемещаться. То есть должно быть легкое перемещение. И мы предусмотрели не просто утяжелители. То есть у нас там 4 секции с утяжелителями. Мы предусмотрели противоскользящую поверхность. То есть первично подлокотник держится, понятно, за счет своего веса. Изначально он был очень тяжелый. И мы посчитали, что это неправильно. И мы продумали такую историю. То есть у нас сделана противоскользящая поверхность. Он относительно легкий. Он встает как матрешка. И его не сдвинуть. То есть его никак не сдвинуть. То есть чтобы его сдвинуть, нужно приложить достаточно много усилий. Но когда вы вставите, он встает как матрешка. И без проблем вы его перемещаете. Обратите на это внимание, потому что у большинства, точнее у всех практически производителей, которых мы закладывали в свои проекты, эти спинки, они просто неподъемные. Это еще спинка метровая большая. Маленькая спинка вот на 800. Она вообще достаточно легкая. То есть чуть-чуть я запыхался, конечно, с перемещением. Но в принципе все это перемещается достаточно легко. Та же самая история и по модулям. То есть вроде бы диваны модульные. Это подразумевает то, что модули можно без проблем перемещать. Но большинство делает эти модули неподъемные. То есть если вы придете в какой-то салон мебели, просто попробуйте, насколько вам удобно взять, поднять этот модуль и переместить. Вот поэтому мы сделали достаточно облегченные модули. Они без проблем поднимаются. То есть два человека, пара, любая пара может переставить этот диван и спроектировать под любой сценарий. То есть в принципе можно этот модуль поставить немного левее, этот модуль развернуть правее, поставить посередине стол либо пуф. И у вас будет, скажем так, сценарий для какой-то вечерней посиделки либо для настольных игр. По дивану я вообще запишу отдельный выпуск, потому что я понимаю, что многие не разбираются. То есть в основном все выбирают диван по какому-то визуальному ряду. Но я вас немножко просвещу, но попозже. Поэтому подпишись на канал. Я сниму видео про диваны, расскажу, как их нужно выбирать и на что нужно обращать внимание. И поставь колокольчик, чтобы не пропустить это видео. По цоколю есть еще очень важный момент про который мы подумали уже в процессе проработки пилотных версий. То есть у большинства моделей цоколи сделаны немножко под углом. То есть они такие конусообразные. И проблема в том, что когда ты хочешь переместить диван, то есть ты из него берешься и он у тебя просто соскальзывает из рук. Поэтому мы сделали парящее основание. У нас он стоит там на двух дубовых ножках. И вот с такой конфигурацией цоколя его без проблем можно поднять. То есть он не соскальзывает. Тем самым мы добились функциональности перемещения. И как по-нашему, визуально это выглядит даже сильно лучше, чем вот привычные цоколи всем конусообразные. Друзья, в ближайшее время мы в запрет грамме. Ну я думаю, вы знаете, что это за социальная сеть. Ссылку мы оставим в описании. В ближайшее время мы разыграем наш диван в какой-то похожей конфигурации, в каком-то нашем базовом цвете. Поэтому обязательно подпишитесь, следите за розыгрышем. Мы уже разыгрывали пуф однажды. Этот розыгрыш, скажем так, увенчался успехом. То же самое будет с диваном. И возможно, ты станешь тем самым счастливчиком. Поверьте, условия будут максимально простые, максимально понятные. Также в описании к этому видео вы найдете ссылки на соцсети и сайт нашего бренда мебели Кома. Приходите, знакомьтесь с нашей продукцией. У нас много интересных вещей. Диваны, кровати, столы, стулья и так далее. Основная идея нашего бренда это сквозной дизайн, чтобы вся мебель идеально сочеталась между собой. В зоне ТВ сделано панно. ТВ-панно. Оно сделано отдельным объемом. Также здесь выбран телевизор Samsung. Про телевизор я рассказывал в своем запрет Грамме. Здесь телевизор повешен вплотную к стене. И это всегда лучше, чем телевизор, который висит на кронштейне. Потому что... Ну, здесь, наверное, еще не так было бы видно. Но если бы телевизор находился в транзитной зоне, ваш взгляд всегда бы цеплялся за кронштейн и за провода, которые расположены за телевизором. В данном случае он висит и примыкает вплотную к стене. Смотрится это гораздо стильнее, чем обычный телевизор. Модели телевизоров я также выкладывал в своем запрет Грамме. Кабель-канал полностью сделан за панно. То есть все провода, там HDMI, все приходит и располагается в тумбе. Здесь там саундбар, колонки и так далее. Плюс сделана парящая тумба. Она спроектирована примерно на одном и том же уровне, что и диван. Это достаточно удобно и не травмоопасно. Если площадь кухни-гостиной помещает, то тумбы хорошо смотрятся, когда они инопольные. Но в данном случае здесь достаточно регулярный транзит и можно все время биться мизинцами. В данном случае при таком парящем расположении мы минуем этот фактор. И здесь достаточно много еще систем хранения. Мебель опять же мы проектировали все, но мы не сопровождали заказ мебели. Так, сейчас посмотрим, Васти с вами. Да, ну вот здесь по сути все расположено. Здесь все розетки, выключатели и все подводы полностью сделаны. Также в боковых стенках есть сквозные отверстия. То есть можно еще дополнительно что-то размещать в соседних тумбах. Вот я уже говорил, что подоконники сделаны из керамогранита по одной простой причине, что заказчики любят цветы. Поэтому даже здесь вот они расположили сразу два кашпо с цветками. И обилие цветов, оно по всей квартире. Я думаю, что здесь еще добавится количество цветов. Их много и в кабинете, и даже тут два цветка. То есть в принципе здесь, наверное, можно было бы оставить и расположить один только с той стороны. Вот я не особо люблю симметричные решения, но зелень, она всегда освежает интерьер. В гостевой зоне есть вот такой светильник. То есть он достаточно удобно, когда вы, например, читаете книгу на диване и для вечерней атмосферы. Но есть один нюанс. Так как, еще раз говорю, заказчики проектировали сами. Здесь есть одно но. Точнее не проектировали, а комплектовали. Вот я вам сейчас покажу. Блок питания достаточно большой. Подразумевалось, что этот светильник будет подключаться как раз-таки в розетку, которую мы сделали в полу. Да, сейчас ковер тут, ну, чуть можно релацировать. Здесь есть розетки в полу. Без проблем можно там включить какую-то зарядку для айфона, для айпада. Ну, в общем, для чего угодно. Смотрите, у нас цоколь у дивана как сделан. Прямо четко под размер. Но блок питания, блок питания, его никак не включить. Ни с одной стороны, ни с другой. Поэтому вот эти моменты тоже обязательно нужно продумывать и думать, получится ли задумка. Но в целом, я думаю, что здесь не проблема поменять вилку на какую-то другую и включить этот светильник. Но такие нюансы, о которых мы думаем в момент, когда проектируем, и второй раз в момент, когда комплектуем объект. Но в целом, розетка в полу всегда удобное решение. Квартира 100 с небольшим квадратных метров. И тут в квартире аж две лоджии. То есть, одна у нас в кухне-гостиной, вторая лоджия располагается в спальне. И знаете, сейчас вот в последнее время мы проектируем много квартир, особенно в Москве. И основная проблема в том, что у квартир практически у всех отсутствуют лоджии. Даже наличие какого-то маленького балкона, оно всегда приятнее. И ты начинаешь ценить, когда этих лоджий нет. Понятно, что лоджия, она по ширине должна быть больше, наверное, чем метр. В идеале метр двадцать. Тогда здесь комфортно будет там выпить чашечку кофе. В целом, выйти в летнее время года и сменить обстановку, особенно людям, которые работают дома. Наличие лоджии, это всегда хорошо. И здесь еще остекление сделано вот прям как я люблю. Потому что в основном какие-то дверцы, которые открываются. Здесь я точно не помню, как это называется. Что-то типа безрамочного остекления. То есть здесь все створки в теплое время года можно полностью сместить. И у вас лоджия превращается в открытый балкон. Как по мне, так это вообще классное решение, чем шторки, которые нужно открывать. Потому что если, когда вы открываете шторки, например, у вас в квартире жарко, они не особо продуваются. Потому что если вы здесь все окна сместите в одну сторону, в одну из сторон, либо сюда, либо туда, у вас достаточно большое количество воздуха будет проникать в квартиру. Но это уже не мы проектируем, это просто нужно предусмотреть на этапе покупки квартиры. И здесь еще нам удалось добиться одного уровня. То есть у нас напольное покрытие во всей квартире и на лоджии одинаковое. И очень важный и продуманный этап, когда у вас все это находится в одной плоскости. То есть вам не нужно перешагивать, смотреть под ноги. Когда вы часто переходите на лоджию, вы быстро к этому привыкаете. И это очень удобно, когда лоджия и напольное покрытие в квартире находятся на одном уровне. Еще в некоторых объектах мы используем как тюль, так же и рулонные шторы. Вот на данном объекте реализованы рулонные шторы. И они хорошо рассеивают свет. То есть если тюль, она почти все время закрыта и добавляет некой неопрятности, а возможно даже уюта, то рулонная штора, она делает объект немного строже и приятно рассеивает свет. И в любой момент, то есть вы можете ее приподнять. Если вам нужен обзор с окна. Но не обязательно ее приподнимать полностью. То есть ее можно приподнять как раз таки на уровень глаз. И у вас будет очень приятная атмосфера в Sony кухне. Мы переместились с вами в спальню. И в спальне одно из интересных решений это зеркало от пола до потолка. Причем оно углублено сантиметров на 8 относительно общего объема стены, где расположена кровать. И тем самым создает некую глубину. То есть ощущается это как продолжение комнаты. Использование зеркал позволяет нам визуально расширить пространство. Но это зеркало и функциональное. То есть здесь у нас макияжный стол, пуф, который можно перемещать в любую из комнат, в том числе и поставить кровать. То есть это достаточно функциональное решение. Но самая главная фишка кроется тут. Прежде чем я покажу, обратите внимание, что здесь есть розетки. То есть можно использовать фен и любые принадлежности бытовые. Делаем простое движение. И достаем всю косметику. То есть вся косметика, она кроется у нас в таком паркинге для косметики. Раньше у нас был паркинг для техники на кухне. Теперь есть паркинг для косметики. Вы все свои дела, процедуры сделали. Убрали. И закрыли. И вот вам полный минимализм. Это место можно использовать как рабочее место. Хотя у заказчиков есть кабинет с двумя отдельными рабочими столами. Но в целом вечером что-то посидеть, вспомнили с ноутбуком. Это очень удобно. Также обратите внимание, зеркало продолжается и внизу. То есть у него нет никакого прерывания. И тем самым даже когда мы смотрим, скажем так, наш взгляд падает на пол. То мы думаем, что наш мозг путается и думает, что там тоже продолжение комнаты. То есть это классное визуальное расширение. Ну и пуф, если не пользуетесь, без проблем задвинули. И он вам не мешает в транзите. Без проблем можно пользоваться шкафами. Ну в шкафу здесь очень много места для хранения. Здесь есть штанга для длинной одежды. И всякие выкатные ящики там для каких-то принадлежностей. Очень удобно. Здесь достаточно большая гардеробная. И вот на что стоит обратить внимание. У нас подсветка выключается при закрывании. Также подсветка автоматически включается, когда мы открываем двери. Ну и здесь вообще, скажем так, женская сторона и мужская сторона. Плюс сакаечки сделали. Вот видите, стеклянные такие ограждения, чтобы видно было, что конкретно расположено. Тоже удобная история. Здесь тоже большой выкатной ящик. Сейчас я чуть-чуть приоткрою. Выкатной ящик, который накрыт стеклянной крышкой. То есть у вас здесь могут лежать украшения, часы, ремни и все, что вам нужно. И суть в том, что вы видите все, что у вас расположено, даже в глубине ящика. Так, ну в принципе тут все. И большое место, андресольное тоже, где можно хранить постельное белье, подушки, одеяло и тому подобные вещи. Обратите внимание, что цвет мебели и цвет стен полностью совпадает. То есть тем самым создается ощущение целостности интерьера. Да, здесь интересный светильник. Он больше, наверное, все-таки атмосферный. Вот, он включается вечером для общей атмосферы. Он излучает рассеянный свет. Тем самым глаза немного привыкают ко сну. Но я все-таки больше сторонник светильников, у которых мы видим свет, но при этом не видим источника освещения. Вот здесь, на этой стороне, находится светильник, который дает рассеянный свет. То есть он отражается у нас от стен и создает уютную атмосферу. Но при этом мы не видим источника освещения. То есть источник освещения, вот он виден. Но его повесили таким образом, что источника освещения мы не видим, даже лежа на кровати. Выключается он как раз тут с тумбы без проблем. И у тумб мы разместили также выключатели электрокарниза. То есть в любой момент времени на ночь вы можете закрыть шторы. И также с утра, например, вам нужно уже пробуждаться, просыпаться. Без проблем с кровати вы можете открыть шторы. Сейчас уже у нас идет вечернее время. Но днем у вас лучи солнца попадают на вас. И вы пробуждаетесь без проблем. Потому что я знаю, что у многих нет электрокарнизов. На ночь шторы зашторивают наглухо, блэкаут. И утром люди не могут проснуться. То есть будильник звенит, но не встать. Вот как раз тот момент, когда у вас звенит будильник. Протянулись на автомате полузакрытыми глазами. Открыли шторы. И так легче вам будет всегда проснуться. В спальне, кстати, тоже сделана рулонная штора. То есть здесь отсутствует какая-либо тюль. Выглядит это достаточно мягко и интересно. Так что, когда будете выбирать тюль, либо рулонную штору. Вот подумайте, как вариант рулонной шторы. В общем, мне понравилось. Мы с вами переместились в один из санузлов. А у нас их тут два. Изначально от застройщика их тоже было два. Но один был маленький, другой был большой. Мы сделали перепланировку таким образом, что у нас получилось два просторных санузла. В одном из которых у нас расположилась ванна, соответственно. Я думаю, вы видите, что здесь даже нет душевой лейки. То есть есть только лейка такая. Сполоснуться нет ни тропического душа, ни стандартной лейки. Выкатные ящики. Здесь их четыре штуки. А это достаточно много для... С учетом того, что здесь два санузла. И единая столешница. То есть у нас столешница крепится сверху ванной. И она переходит в столешницу у раковины. Смотрится это цельно и едино. За мной вы видите большую полку. У нее дренаж. То есть там вода без проблем проливается. И не капает на борт. И здесь умышленно сделана полка во всю ширину. Потому что таким образом мы визуально расширяем пространство. Потому что у нас санузел достаточно вытянутый. И чтобы нам хоть как-то его расширить в этой части. Вот полка во всю длину. Она как раз таки помогает нам это сделать. Ну здесь стандартный набор излив из ванны идет. Вот есть дополнительно можно набирать из смесителя соответственно. Но когда у тебя набор из ванны. И набор располагается по центру ванны. У тебя вода все время равномерной температуры. Если у тебя набор идет из смесителя. То у тебя всегда в одной стороне вода чуть прохладнее. В одной стороне вода чуть теплее. И тебе приходится вот так вот ручками делать так. Чтобы у тебя была равномерная температура. Что мне здесь очень нравится. Очень нравится прям. Это зеркало во всю ширину стены. То есть оно идет от шкафа до угла. И заходит в зону ванны. То есть когда ты стоишь в ванной в полный рост. Ты например захотел там побриться. Посмотреться на себя и еще что-то. Это очень удобно. Плюс когда у нас зеркало от стены до стены. Опять же оно создает некую глубину. И тем самым мы визуально расширяем наш санузел. Как я уже говорил ранее. Он у нас достаточно вытянутой формы. И нужно использовать максимально приемов. Чтобы визуально привести помещение в правильную форму. А у зеркала есть подсветка. Сейчас я вам ее включу. То есть есть вечерняя подсветка у зеркала. Есть дополнительная. Да сейчас я выключу основное освещение. Вот такая вечерняя подсветка. То есть если вы захотели вечером принять и расслабиться в ванной. То включайте вот такую подсветку. Она вас не слепит. Она вам не бьет в глаза. То есть головой вы расположены здесь. Ноги у вас там. И вы без проблем готовитесь ко сну. Расслабляетесь. Также есть дополнительная закарнизная подсветка. Вот. Я думаю что ей заказчики будут пользоваться сильно реже чем этой подсветкой. Возможно вообще и не будут пользоваться. Но это решение можно использовать если вы хотите дополнительно добавить. Такой общей атмосферы. Но как по мне. Подсветки под зеркалом достаточно. Чтобы создать расслабляющую атмосферу. То же самое вечером. Если вы пошли чистить зубы и готовиться ко сну. Вам этой подсветки будет за глаза. И она вас не будет раздражать в вечернее время. Ну и также есть понятно основное освещение. Там для уборки. Это я включил вытяжку. Ну вот. Также есть обычное основное освещение. Оно нужно нам в момент когда мы здесь наводим порядок. Собираемся или пришли постирать вещи. Потому что у нас сразу на входе расположена колонна. Со стиральной и сушильной машиной. Вот как раз таки основное освещение нужно для этого. Но я думаю что большую часть времени здесь как раз заказчики будут расслабляться. И принимать какие-то ванные процедуры. Чистить зубы. Наносить макияж и так далее. Ну и конечно же как на полу так и на стенах нанесен микроцемент. Наш любимый микроцемент. Который создает такую теплую приятную атмосферу. Никаких швов у плитки нет. Выглядит это достаточно мягко. И это решение которое уже себя зарекомендовало. Мы это решение делаем уже более трех лет. Но тут важный нюанс. Я уже о нем говорил. Но я буду повторять. И даже для будущих наших заказчиков скажу. На микроцементе нельзя экономить. Точнее даже не на микроцементе. А на тех людях. На исполнителях. Которые будут им заниматься. Потому что на полы иногда там до 12 слоев делают. Стены до 6 слоев. Это тяжелая. Трудоемкая работа. Которая требует внимания. И такой педантичности. И четкого соблюдения технологии. Я сейчас вот в обуви снимаю. Потому что меня там хейтили. Что я в носках. Вот последний обзор я снимаю в обуви. Но если я разуюсь и буду ходить по микроцементу. Он ощущается очень приятно. Вот он очень комфортный. Я не знаю как вам через камеру это описать. Но если у кого-то из ваших знакомых есть микроцемент. Обязательно сходите к ним. Походите в носках и босиком. И вы думаю поймете те ощущения. Которые мне не удается передать. Переместились мы во второй санузел. Здесь спроектирована полноценная душевая зона. Со встроенным трапом. Все пространство тоже сделано в микроцементе. Достаточно органично все смотрится. Оба санузла в одинаковой стилистике. От ступеньки нам здесь не удалось избавиться. Но она здесь минимальная. Сантиметров наверное 5 по глубине. А вот эта часть 7. То есть здесь есть углубление. Но в целом нет ощущения. Что ты прям перешагиваешь очень сильно. Из интересных особенностей. Здесь сделана полка встроенная. Вот смотрите видите. Моя рука прячется. И у полки есть специальный дренаж. То есть если вы здесь располагаете шампунь. И вся вода сливается без проблем. И не застаивается. То есть у вас здесь ничего не будет там плесневеть. И застаивается вода. Ну и здесь по стандарту уже тропический душ. Обычная лейка и переключатели. На этой стене сразу на выходе расположена теплая стена. То есть здесь можно повесить халат, полотенце. И после душа надевать на себя приятный теплый халат. Брать полотенце приятное теплое и вытираться. На входе в этом санузле расположено также большое зеркало от раковины до потолка. Опять же говорю, что это помещение у нас немножко узкой формы. Поэтому чтобы хоть как-то расширить визуально. Мы используем такие зеркала от раковины до потолка. Я думаю вы уже обратили внимание, что практически в каждом помещении мы используем зеркала. Я думаю, что это решение очень пригодится и вам в ваших интерьерах. Поэтому берите на заметку. Ну здесь есть две розетки, то есть для всякой бытовой техники. Также есть вспомогательная подсветка вечерняя. То есть если вы вечером пошли чистить зубы, опять же вы уже настраиваетесь на сон. То эта подсветка вас не будет слепить в глаза. Источника освещения мы не видим. Но при этом для нас все видимо и обозримо. Так, ну вот примерно так это выглядит вечером. Единственный момент, все переживают, что будет зеркало пачкаться. Потому что смесители расположены на зеркале. Да, зеркало будет пачкаться. Все пачкается, все нужно убирать. Но всегда это какая-то борьба компромиссов и выбирается приоритетное решение. Здесь задача расширить. Если задача более практична сделать, то можно сделать до смесителя. Но это вариативность, которую уже опять же выбираете вы. Мне в принципе нравится. Мне не сложно протирать. Я после каждого похода в санузел, то есть если я чищу зубы или мою руки, я вижу какие-то брызги, я все время вытираю. Возможно я немножко перфекционист в этом плане, но меня это не напрягает. Я в принципе всегда люблю, когда все чисто и опрятно. И здесь раковина черная с таким вот скрытым донным клапаном, который без проблем можно снять. Единственный момент, что опять же повторюсь, закачки комплектовали все без нас. Здесь раковина черная из искусственного камня и немного глянцевая. То есть я бы все-таки, если бы мы комплектовали, я бы выбрал определенную степень матовости. Потому что матовое, оно во-первых не так сильно царапается. И матовая поверхность, она всегда выглядит помягче и побогаче. Вот, ну возможно это можно сделать по сути в любой момент времени. То есть любую акриловую столешницу нужно со временем реставрировать. Потому что как бы ты ни хотел, в любом случае на ней будут какие-то микроцарапины. Так, в коридоре у нас большое зеркало от пола до потолка. По сути у нас, как вы уже поняли, почти в каждом помещении есть зеркала. Во-первых, это очень функционально. Как перед выходом, так и когда ты пришел. Всегда на себя посмотреться. И здесь сделана полочка. Полочка достаточно удобная. То есть здесь можно расположить ключи, телефон и все, что вам нужно для сборов. Плюс у нее есть один важный нюанс. Не всегда получается смонтировать или заказать зеркало от пола до потолка. Поэтому мы заказываем два зеркала. Делаем разбивку ровно до момента, где у нас будет крепиться полка. И тем самым визуально это кажется, как будто это общее зеркало от пола до потолка. Но по факту это два зеркала, которые между собой состыкованы. И само место крепления. То есть стык у нас прячется за полкой. Поэтому здесь как раз таки зеркало сделано практически заподлицо с гардеробом. То есть это в одной плоскости со стеной. По левую руку у нас тут домофон, выключатели и как обычно все, что нужно. Также расположена полка для такой быстрой одежды. То есть на верхнюю куртку скинуть. Гости к вам пришли. Ключи можно повесить. Ложку для обуви тоже можно повесить. Плюс вот здесь без проблем можете сесть и одеться. А также у полки есть дополнительное место хранения, куда можно разместить обувные принадлежности, барахло, ключи и все такое. Снизу у нас тоже достаточно места для хранения обуви, чтобы оно здесь нигде нам не мешалось. И в грязной зоне на полу также сделан микроцемент. То есть в принципе микроцемент он достаточно износостойкий. Еще из интересных вещей по планировке. Изначально общая площадь коридора была 16 квадратных метров и практически отсутствовали места, где можно расположить какие-то шкафы либо гардероб. Мы сделали полный демонтаж стен и обыграли это отдельным таким черным объемом и сделали там достаточно большую просторную гардеробную, где на текущий момент расположились остатки строительной, строительные остатки, уголки, лестницы и так далее. То есть пока гардеробную мы вам показывать не будем, но здесь очень много места для хранения. Ну в принципе мест для хранения по всей квартире достаточно большое количество. Еще по поводу шкафа вам скажу. Здесь в шкафу такая же история, то есть как только мы открываем шкаф, у нас автоматически включается подсветка. Это тоже достаточно удобно. И как я уже говорил в одном из обзоров, подсветку мы расположили не над штангой, а ближе к фасадам. Тем самым вы видите все, что у вас висит. Если подсветку мы расположим по центру над штангой, как это делают в большинстве случаев, то такая подсветка больше будет создавать тень, чем освещать те вещи, которые у нас тут расположены. Еще из интересных вещей здесь сделаны выкатные полки для обуви. То есть если у вас обувь стоит в два ряда, и вам нужно достать последнюю обувь, крайнюю, скажем так, обувь, то вы без проблем выдвигаете и достаете. Вам не нужно для этого вытаскивать одну пару, тянуться за другой, потом обратно вставить. То есть вы выдвинули, и у вас все достаточно удобно. Редактор субтитров А.Семкин